Откройте, откройте местописание, которое записано в книге Исход 35 главе. И я просто быстро пролечу, мы читали уже, только что читали, но несколько слов. И собрал Вайкаген, Моше Израиль. И сказал им, суббота покоя Господу. Я проскакиваю, просто говорю какие-то основные моменты. И каждый пусть принесет по усердию вашему, не тяна, дать. И далее, и назначил Бог Бецалеля в Оголиава, чтобы строить в Кинию. Оголиав. И вот четыре коротких пункта, по которым я хочу кратко поговорить. Первый, Дима уже его раскрыл, он называется Кегила. И мы с ним не разговаривали, но все, что он сказал, я здесь записал. Что такое Кегила? Вы знаете, можно быть одиночкой. Но одиночки не созидают многого. Даже злые одиночки, даже злое общество может сделать много сильных вещей. Написано, что люди восстали против Бога и строили Вавилонскую башню. Но Бог сошел и разрушил это. Когда злые стоят против Бога, они тоже могут многого достичь, но не достигнут верха. Когда злые стоят против Бога, они могут сделать много вещей, но они не могут сделать верха. Мы же имеем другую базу. И Бог дал нам это призвание. И если мы как община объединяемся в нашем пути, то нету силы, которая может противостоять нам. Потому что если им, там, в Бавилоне, противостоял Бог, то про нас сказано, если Бог за вас, то кто против вас? И именно поэтому Новый Завет многократно повторяет ту же самую мысль. Будьте вместе, но не собирайтесь просто потому, что вы приятели. Но потому что вами движет вера и желание быть вместе. И тогда Бог, отвечая на это желание, сделает много великих вещей. Вторая вещь. Шаббат. Шаббат. Что такое шаббат? По Писанию, во второй главе Бытия мы читаем про шаббат. Но там раскрыто, и успокоился Бог от дел своих, и все. И написано в третьем дне Бытия, что в прохладе дня Адам и Хабб обошли в Эдемский сад. Но с Ивритом можно увидеть, что это было не прохлада дня, но день Духа. По всей видимости, тоже шаббат. Но в хибриде, в оригинальном тексте, мы читали, что это был не холодный день, но день Духа. И я думаю, это был шаббат. Но Адам и Хабб не смогли вкусить всю прелесть шаббата, потому что они уже были сломаны грехом. В Новом Завете, в книге Откровения, в 21 главе, мы видим воплощение шаббата. Мы видим картину, когда Иоанн говорит, я вижу небесный Иерусалим, который нисходит на землю. И он говорит, там Бог обитает с человеками. Помните такие слова? Это Откровение, 21 глава, 1, 2, 3 стих. Это написано в 21 главе, в 21 главе, в 23 главе. Бог говорит, я буду обитать с людьми. Это настоящий шаббат. То есть, мы видим, что Адам и Хабб, они не попользовались шаббатом. Но он обещан в грядущие дни. Но уже сегодня мы можем входить внутрь. Во-первых, нам, как народу, было сказано, день шаббатний. А во-вторых, в книге, в Евангелии от Матфея, про Ишуа сказано, сын человеческий, господин субботы. То есть, во имя Его мы можем входить в шаббат. Большинство из нас не пользуются этим именем. Мы думаем, что мы верующие. Но мы так мало молимся молитвой Господь. Помоги мне войти в твой покой. Шаббат это в смысле не такого покоя, когда ты просто спишь на подушке до двух часов дня. Шаббат это когда ты можешь принять от Творца сверхъестественное внутреннее удовлетворение и просто почувствовать, что Он полностью заботится о тебе. И это неестественно, это сверхъестественно. Это может прийти только от Него. И именно поэтому нам дано имя Ишуа. Я вспоминаю место из Писания. В Деяниях Апостолов написано, что семь еврейских экзорцистов изгоняли бесов. Помните эту историю? И они использовали имя Ишуа. И бес их поколотил. Помните эту историю? И бес сказал им Павла знает Иисуса знает А вас не знают Но мы стоим в совершенно другой позиции. Мы знаем Ишуа И Он знает нас И мы только должны использовать это имя Господь чтобы Он мог наполнить нас этим Божьим шаббатом. Когда есть Ишалом когда мы можем чувствовать что Он наполняет нас и когда мы чувствуем что Он устраивает вокруг нас все. Когда страх улетучивается и ты чувствуешь радость Мы иной раз поем эту песню Великая заповедь радоваться Большая митцва быть в радости Но мы можем принять это Настоящий шаббат Только благодаря Ему Третий момент в этом недельном чтении начинал давать Они там собирали на Скинию Они давали чтобы Скиния была построена И Господь сказал Если вы устроите мне Скинию А Скиния это был какой-то строительный объект Он сказал Я буду не в нем не в Скинии а я буду посреди всего народа Мы видим сегодня что Скинии физической нету Почему ее нету? Потому что когда-то храм был разрушен Если Бог захочет он будет восстановлен Мы не знаем когда и как Но сегодня мы являемся каждый из нас является Скинией И наша физическая мы каждый из нас как Скиния можем существовать если в нас входит культура давать Мы не имеем этой культуры Многие из нас приехали из Советского Союза и мы даже не знаем какого понятия как жертвовать и давать потихоньку мы учимся этому И я сейчас говорю не только о деньгах Про деньги сказано в Писании Там сказано дай 10% от того что тебе дает Господь и испытай меня не испытай пастора пастор не Бог рабе он не Бог но когда ты испытываешь его он является верным и я хочу сказать многим из вас но это не тема моей проповеди что вы не имеете потому что вот эту заповедь забываете но когда даете он вас дает нужно и Писание говорят открою для вас небеса но это не только вот эти деньги давать это давать себя для общины друг для друга вы знаете как вы считаете вот если я говорю Яков мне нужна помощь или Саша мне нужна помощь или Гриша мне нужна помощь придите завтра помогите мне это давать или это просто быть другом ну как вы думаете я думаю что это все-таки быть другом давать это когда он сам говорит мне Леон слышишь хочу помочь вы знаете что многие из нас отвечают на просьбу мне нужна помощь но намного важнее чтобы мы могли проявлять нашу инициативу видя нужду другого человека и тогда происходит нечто особенное вы знаете что без имен и без фамилий но я хочу сказать ко мне подошло пару человек и сказали следующий Песох мы хотим сделать этот седр Песох и мы хотим сами заплатить за всю общину я не просил никого за язык не тянул я даже не думал на эту тему вот это называется дать с желанием это это то что предписано Писанием и испытай меня говорит Господь а когда тебя никто не тянет за язык я хочу чтобы мы научились из этих примеров потому что у тебя может быть кошелек полон денег но если ты хочешь кушать тебе нужно что-то достать оттуда одно достал другое получил ты хочешь от Бога благословения пойди помоги кому-то по своей собственной по своему собственному желанию вы поняли разницу между тем что ты даешь когда тебя просят и между тем что когда ты проявляешь инициативу тогда мы созидаем скини тогда мы созидаем самих себя тогда нам не нужно упрашивать потому что Бог выстраивает гармонию я благодарю Бога она уже присутствует в нашей общине и как всякий проповедник я немножко гиперполизирую но я говорю вам если мы будем проявлять инициативу для того чтобы созидать друг друга Бог будет изливать на нас четвертый момент вот я назначаю Бецалеля и Голиава и Голиав Бецалель был из колена Иуды самое крутое колено Голиав был из колена Дана самое плохое колено но Бог уберет двоих с двух противоположных мест и говорит вы построите мне скини в тебе и во мне могут быть два в большинстве из нас есть два что-то доброе и что-то несовершенное но каждый из нас подобно этим двоим призван к тому чтобы строить скини не только эту кигилу нет но общество израилево самих себя людей вокруг вас и только две вещи нужны нужно настроиться что я не всегда сам для себя но я хочу послужить я хочу прочитать один стих он написан в послании римлянам это 12 глава 11 стих я прочитаю по-русски в усердии не ослабевайте духом пламенейте господу служите романс 12 11 you can open in your bibles романс 12 verse 11 корейцы любят читать вслух прочитайте вслух please read that we can hear how you read this in korean i know that you like this to do and serve to the lord no 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 altogether ok all together а начи 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 видите как они умеют это делать мы часто ленимся библию достать знаете почему мы ленимся библию достать мы думаем что мы знаем ее наизусть или точнее нет мы думаем что мы ее написали мы можем ее не читать давайте мы встанем поможем я хочу попросить чтобы мы могли взяться за руки когда слово божье провозглашается мы не знаем какие последствия ожидать Бог может коснуться нашей души Он может даже коснуться наших тел даже исцелить кого-то может мы не контролируем этого вообще мы просто трепещем подобно первосвященнику входящему в святой святых мы не знаем чего ожидать правда мы не ожидаем злого потому что за все злое заплатил наш Мессия сейчас мы ожидаем только доброе божье наш дай нам твой мир дай нам откровение лица Господня устрои наши жизни и помоги нам быть Ки-гила 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 Ти-сраэль Который воздает славу Тебе во имя Господа Ишо God give us give us revelation let us be your community in the name of Ишо субтитры 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 Продолжение следует...